Всем здравствуйте! Продолжаю получать ваши письма. Вот мне назначили оральные контрацептивы, я боюсь, что врачи меня погубят и так далее. Хочется поговорить о таком сочетании, как оральные контрацептивы и сердечно-сосудистые заболевания в этом ролике. У меня недавно вчера была девушка, вот, значит, что-то ей там такое стало назначать лечение, еще не успела сказать ни одного слова, она мне говорит, только пожалуйста, назначьте мне что-нибудь такое невредное. Я говорю, вы знаете, что у врача принцип действия, принцип его работы с пациентом не навредит. То есть получается, с ее точки зрения каждый врач сидит и думает, что мне такое назначить похуже. Вот, и все врачи назначают что-нибудь вредное. Она просит меня, ну пожалуйста, выберите наименьшее из всех зол, назначьте мне что-нибудь наименее вредное. То есть вот, ну как-то вот, немножко не вяжется с образом врача, который есть, так сказать, в моем понимании, этот образ врача, то есть это как бы человек, который не навредит. Я так думаю, что, я не то, что я такая последняя замагикана или какой-то там редкостный человек. Все врачи знают этот принцип «не навреди», потому что мы все несем ответственность, если мы какой-то вред нанесем. Поэтому вообще вся наша деятельность, хирургия, лекарства, мы знаем побочные действия, знаем уровень показаний. Никто не хочет вам навредить. Итак, оральные контрацептивы и сердечно-сосудистые заболевания. Значит, откуда причина вот этого всего мракобесия? Откуда растут ноги у мифа о том, что оральные контрацепции вызывают какие-то жуткие сердечно-сосудистые осложнения? Кстати, какие? Чего мы боимся в плане сердечно-сосудистых и неврологических осложнений? Это инфаркты, инфаркты, тромбозы и церебровоскулярные осложнения, это инсульты. Ну, то есть тромбик оторвется, где-то в мозгу застрянет и возникнет инсульт с парализацией, с нарушением ментального статуса. Вот мы чего боимся. Откуда это пошло? Впервые, когда начали применять пероральные контрацептивы еще в начале 70-х годов, многие из вас в это время еще не родились, и даже я, использовались пероральные контрацептивы с дозой эстрогенов 50. Это высокодозированные, на сегодняшний момент называется эстроген, содержащие оральные контрацептивы. Сейчас на рынке нет ни одного орального контрацептива с дозой эстрогенов 50, не используется такого, нет. И, в общем-то, были описаны инфаркты, там какие-то тромботические осложнения у женщин, принимающих оральные контрацептивы с дозой эстрогенов 50, на тот момент они были описаны. И было установлено, что у женщин, которые принимают оральные контрацептивы, могут быть такого рода осложнения. Но то, что они нашли такую связь, это еще не означает, что эта связь была причинно-следственной. Стали изучать ее. И пришли к выводу, что действительно эстрогены в высоких дозах и гистогены могут вызывать риск термотических осложнений. На сегодняшний момент до какой степени в этом вопросе продвинулась наука и что нам говорят современные исследования. Давайте мы не будем, так сказать, придерживаться этим слухом, была ли связь, была ли она причинно-следственная, эта связь, мы не знаем. Давайте посмотрим, что нам говорит современная наука на этот счет. Момент первый. Низкодозированные контрацептивы, которые сейчас мы принимаем, это 20-30 микрограмм и тенилы страдиола, а не 50 в одной таблетке. 20-30 микрограмм не вызывают сердечно-сосудистые осложнения. Была приведена статистика определенная, и статистика эта в себя включает. Три осложнения тромботических и сердечно-сосудистых осложнений на 10 тысяч женщин, принимающих оральные контрацептивы. Для сравнения, у женщин в период беременности 6 на 10 тысяч, то есть в 2 раза больше. Естественно, в период беременности дозы гистогенов и эстрогенов гораздо выше в организме за счет беременности, это гормональный фон, поддерживающий беременность, поэтому на этом гормональном фоне риск тромботических осложнений повышается. Вот. Насколько это редко, чтобы этого не бояться? Вот насколько мне этого не бояться? То есть что такое 6 человек на 10 тысяч? Это значит на полторы тысячи одно тромботическое осложнение. Я так думаю, что те, кто смотрит мой ролик, девушки, мало кто вспомнит своих подруг или знакомых, у которых это тромботическое осложнение было. По существу у вас должно быть полторы тысячи знакомых подруг, которые родили, и из них у одной будет это тромботическое осложнение. Поверьте мне, это очень редко. Я так думаю, что в этом аспекте вам тромботическое осложнение не грозит. Вот. Соответственно, у женщин, принимающих пероральную контрацепцию, риск осложнений в 2 раза меньше. От 1 в зависимости от дозы эстрогена до 3 случаев на 10 тысяч. То есть это очень редко. Так вот, кто попадет в это число? Кто этот 1 от 1 до 3 человек на 10 тысяч, у кого могут возникнуть эти тромботические осложнения, заканчивающиеся инфарктом или инсультом? Значит, весь комплекс работы врача с пациенткой направлен на то, чтобы перед тем, как назначить пероральную контрацепцию, чтобы выявить возможные противопоказания к ее назначению. А в чем заключается эта работа? В разговоре с пациенткой. То есть мы спрашиваем в роду, были ли тромбозы, инфаркты, инсульты, у каких родственников, у какого возраста. Если она скажет, что у мамы в 45 лет умерла от инфаркта, все, для меня это сигнал. Этой женщине я пероральную контрацепцию уже не назначу. Но это очень редко. Или какие-то врожденные расстройства кровообращения, расстройства тромбообразования. Это очень редкие состояния, редко встречающиеся в популяции. И, как правило, это семейные состояния, то есть они наследственные. И, как правило, женщины о них знают, и женщины сами рассказывают. У нас в роду вот есть такое заболевание. Это первое. Второе. Кто еще подвержен риску, кроме наследственности? Это курящие женщины после 35 лет и женщины с артериальной гипертензией после 35 лет. То есть я уже вам говорила где-то, не помню где, что курение больше 20 сигарет в день после 35 лет является абсолютным противопоказанием к назначению оральных контрацептивов. То есть никотиновые смолы разъедают сосудистую стенку таким образом, что способствуют тромботическим осложнениям. А тут есть еще оральную контрацепцию. Конечно, может быть проблема. Поэтому курение в данном случае является абсолютным противопоказанием. И артериальная гипертензия больше 140 на 90 также является противопоказанием. Поэтому разговор с девушкой перед назначением оральной контрацепции, которая в себя включает наследственные заболевания в семье, нет ли там каких-то тромботических осложнений, ее курение, ее состояние артериальной гипертензии предрасполагает к тому, чтобы факторы риска выявить заранее. И второй момент, которым другие врачи руководствуются, чтобы назначить оральную контрацепцию, это обследование. Общая анализ крови, липидный профиль, свертываемость. Берем эти три анализа. Если там среди липидов нет никакой проблемы, если гемостаз не нарушен, то есть по свертыванию все в порядке, и если мы видим, что в общем анализе крови, тромбоциты, сои и прочее все хорошо, то такой женщине назначить оральную контрацепцию можно с риском 100%, что все будет, вернее, с вероятностью 100%, что все будет хорошо, и с риском 0%, что возникнет какая-то проблема. Поэтому, когда я слышу от вас вот такого рода всевозможные необоснованные, голословные, бездоказательные возражения, мне хочется вот такую вот подробную лекцию как-то до вас донести, чтобы вы не боялись и слушались ваших врачей. Вот такие новости. А сейчас пока. Пока.